Наступающее лето. Время отпусков означает не только приятное времяпровождение, но и повышенную опасность. Чтобы они предупредить, сотрудники МЧС и ГИБДД, вооружившись витаминами, вышли на большую дорогу. Велосипедисты тоже достойны апельсина. Их о правилах безопасности девушки из МЧС предупреждают самостоятельно. А вот чтобы остановить автомобилистов и реализовать акцию «Безопасная дорога в отпуск», им нужна мужская помощь в дорожной службе. Дорожники традиционно рассказывают о скоростном режиме, пристегнутых ремнях и трезвом вождении. Но есть и чисто сезонные нарушения. Перегруженность автомобилей багажом и лишними людьми. Предупреждения не пустые. Некоторые отпускники из-за аварии не смогли воплотить в жизнь свои намерения. Семья из поселка Ведяева уезжала в отпуск, собиралась. И непосредственно на автодороге в Санкт-Петербург водитель не справился с управлением при обгоне и допустил вывески в следующем опрокидывании. В результате пострадали все пассажиры, в том числе и водители. Также находились две несовершеннолетних девочки, которые находились в детском держащем устройстве. Живы остались? Остались живы, да. Получили защитительную травму. Но отпуск уже? Отпуск, как говорится, да. Все скорее у них не получится, к сожалению. И тех, кто выехал из области, и тех, кто остался, касаются правила поведения в лесу. С 15 мая введен особый режим противопожарной безопасности. Соблюдать правила при посещении мурманских лесов, то есть быть предельно внимательными, не бросать окурки в случае, если люди курят, не бросать окурки в траву, потому что все-таки у нас еще прошлогодняя трава не сошла. А как известно, травяной пал, самый невинный, он может стать причиной любого крупного лесного пожара. Апельсины вручают для поднятия настроения. К тому же оранжевый цвет безопасности. А приятный подарок мешает выветриться из головы наставлениям сотрудников. За рулем его есть не обязательно. Его можно употребить, приехав к месту назначения, и вспомнить еще раз о той беседе, которую мы проведем с автолюбителями.